Его ты хоть оставь, Николая Угодника! Николая? Говоришь? Ну с Николая тут не стоит. Она не верила в чудеса и икону сняла со стены совсем не ради молитвы. В тот день комсомолки Зои друг к ней пришел на свидание. Вот она и решила, будет танцевать с Николаем Чудотворцем, раз больше не с кем. Внезапно девушка застыла на месте и в таком положении оставалось долгие месяцы. Фильм Александра Прошкина «Чудо» основан на реальных событиях, которые в 50-е годы произошли в Самаре. В картине снимаются популярные актеры Сергей Маковецкий и Константин Хабенский. И в этой ленте в Володе сегодня открылся кинофестиваль «Сталкер». Главная тема кинофорума – человек и его права. На суд зрителей представлено 16 картин в трех различных программах. В кинотеатре «Ленком» будут демонстрировать художественные фильмы. В салюте можно будет посмотреть документальные ленты. Отдельная программа ждет юных зрителей. Мы сделали специальную программу «Сталкер детям». Я попробую более доступным языком поговорить о самых простых азах. Право на труд, право на учебу, право на здоровье. Как это отражается в наших фильмах, чтобы дети могли тоже понимать, что у них тоже есть права, как у взрослых. Все фильмы рассказывают о простых людях – небогатых, неустроенных, беззащитных. Героиня фильма «Дом ветра» потеряла сына на войне. Но она находит в себе силы, чтобы дать жизнь смертельно больному ребенку. В фильме «Сынок» поднимается извечная проблема отцов и детей. Картина «Презумпция согласия» рассказывает о непростой жизни врача-азербайджанцев в русской глубинке. И хотя во всех фильмах заняты известные актеры, картины широкому зрителю почти неизвестны. Здесь фильмы наши русские, которые не вышли в широкий кинопрокат, вот они выходили в России 15, 20, 30 копий на всю страну. То есть мы считаем это очень мало на самом деле, и организаторы кинофестиваля тоже. Дед, ты что, на кладбище работал? Я-то, я капитализм хоронил. Я многих, Юрка, похоронил. И меня хоронили не раз. Вообще фестиваль «Сталкер» существует уже 17 лет. В 2001 году его лучшие ленты уже привозили в Вологду. И вот уже сейчас второй опыт общения с вологодским зрителем. Практически каждую картину будут представлять лично актеры и режиссеры. Поэтому даже без широкой рекламы интерес к фестивалю огромный. А сами показы бесплатные. В кассах нам фестивальные ленты не продают билеты, а вручают приглашения. Правда, свободных мест уже практически нет. Фестиваль еще не сортовал, но свободных мест уже практически не осталось. В кассах можно получить пригласительные билеты самое ранее на пятницу. Но организаторы уверены, кино посмотрят все желающие. При необходимости дополнительные места будут установлены в проходах кинозала. Александр Громов, Василий Попурин. Новости Вологды.